МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я рад приветствовать вас на телеканале «Импакт», рад приветствовать сегодня в эфире Михаила Андреевского. Welcome back снова мы с вами. Знаю, что мы будем и являемся благословением для наших зрителей. Мы, так сказать, снова войдем в тему. Мы с вами на протяжении 4-5 эфирового говорили относительно устроения скини. С земного устроения, которое имело место вначале в небесном устроении, затем Господь через Моисея передал свои чертежи, свои проекты для устроения земного. Прежде чем мы приступим... В прошлый раз мы подошли к святому святых, но в святое святых мы не вошли. То есть мы остановились перед завесой, а сегодня мы войдем за завесу. Итак, святое святых. Друзья, это знаменитые левитам, это те уставы, которые Бог оставил для скини и собрания. И 16 глава. «И говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аароновых, когда они приступили с чуждым огнем, пред лица Господа умерли». Даже такое было – умерли. И Господь говорит Моисею, что делать. И затем мы переходим уже, что единожды в год первосвященник должен войти куда? И очистит, и наденет он льняные одежды, одежды священные. Это о первосвященнике говорится. «И очистит святое святых из кинью собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ, общество очистит. И да будет сию для вас вечным постановлением очищать сынов Израилевых от всех грехов их однажды в году. И сделал он так, как повелел Господь Моисею». И не менее знаменитая глава – это уже Новый Завет. Тут параллели проводятся относительно духовном строении святое святых. И смотрите, 9 глава послания Павла к евреям. «И первый Завет имел постановление о богослужении и святилище земное. Ибо устроено было скинение первое, в которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебу, и которое называется святое. За вторую же завесую было скинение, называемое святое святых, имевшее золотую кодильницу, обложенной со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манной, жезл аарона расцвевший, и скрижали завета». Итак, входим. Да, это очень волнительно, торжественно, даже как-то и загадочно, переступить порог этой завесы, которая разделяет святилище от самого святого, святых. Нужно сказать, что, по сути дела, хотя это последняя, крайняя часть святилища, но это самое важное, самое главное. И вот тот ковчег завета, который является, ради которого создано вот это святилище, он и являлся самым главным во всем этом святилище. Впоследствии, когда уже вместо временной скини были построены храмы, другие вещи не имели там места, кроме ковчега. То есть, святого, святых как такового не было. Да, вот оно, это святое святых, оно перемещалось в других храмах, допустим, в храм Соломона, затем в храм Зарвавеля, то есть оно перемещалось. Все остальное, все остальное, оно уже делалось по-другому. Уже там другое количество и другие, так сказать, параметры, хотя оставались функциональные, как бы назначение всех вещей то же самое. Действительно, однажды в год, по Божьему повелению, как вы сегодня прочитали, должен был первый священник войти, это великий праздник очищения. Десятый день седьмого месяца, великий праздник. Первый день седьмого месяца считался Новый год, или праздник труп. А десятый день, он начинался с вечера, десятый день – это вот этот праздник, Иоанн-Кипур, судного дня, где Господь совершал суд. Но для израильского народа этот суд заключался в милости. По одной причине, по той же самой причине, что священник входил на этот суд с кровью. То есть, плата за грехи. Представьте себе, что в течение года – это многомиллионное общество. Какое количество грехов? Несчесть. Несчесть. Это один человек. А если умножить это на миллионы? И вот жертвы нужно было приносить ежегодно. Понятно, были жертвы каждодневные. Да, это утром и вечером, и потом недельные, и месячные, и так далее, праздничные. Но это специальная жертва. Она работала на целый год. От года до года. И вот туда священник должен был войти с этой жертвой и с кровью, и с кадильницей. Кровь – это как заместительная жертва, о чем мы с вами здесь прочитали, что за вторую завесу однажды в год первый священник. Не простой священник, а первый священник входит для того, чтобы принести очищение. И вот этот ковчег завета, как он называется, который, в общем-то, он состоит, это, если как бы перевести по-другому сказать, это как шкатулка. Ну, больших размеров. Это два с половиной локтя на полтора локтя и полтора высотой. В этой шкатулке находились крижали, прежде всего. То есть, это как хранительница. Ну, обычно, вот, как называют шкатулки, или как называют эти вещи, где хранят ценности. Вот, тем не менее, именно это являлось также местом присутствия Бога. Господь говорил, что над крышкой ковчега я буду открываться. Да, вот эти херувимы, которые были лицами обращены друг к другу, да, их крылья соединяющиеся, вот, они, как бы, находясь там, говорили о Божьем присутствии, что Бог являл себя. И это было так. Кстати, оно и святое, по большому счету, названо святое святых. Даже, возможно, не из-за того, что там, какие там предметы находились, да, инструменты, но из-за того, что вы говорили, Бог являлся раз в год над крышкой. И из-за этого оно и названо святое святых, даже не из-за предметов, а из-за того, что сам Бог лично являлся. Я думаю, так, почему это не говорится святое святых, потому что оно все место святое, а это святое в святом, как бы сказать, да, святое в святом, значит, это особое, само слово святое означает отделенное, специальное. Нужно сказать, что когда Моисей был, когда Моисей был и вел народ еще до устроения всего вот этого вот церемониального закона, Моисей, он имел отдельную скинью, то есть отдельный шатер, где Бог являлся ему. Вот, там не описывается, какие это были формы, но Бог являлся ему постоянно. И когда Бог... Потому что так написано. И сказал Господь Моисей. Да, да. То есть это присутствие Божие. Да, да. И когда Бог говорил с Моисеем, то это отражалось, помните, да? На лице. На лице его. И они даже не могли смотреть. Вот Господь позже, как бы, им поставил упрек. Вы говорите, как же вы смогли вот на Моисея, когда они его упрекали, да? Вот как же я с ним говорю, как друг с другом. Точно. Как вот, как, ну, друг с хорошим другом. Да, да. Поэтому вот это было такое, когда Бог хотел что-то открыть, он искал человека. Этим человеком был Моисей, затем этим человеком должен быть священник. Аарон. Аарон. Последствия его дети. Но что интересно, когда Моисей завершил написание книги, то есть Божьего откровения, я имею в виду не десяти слов, которые Господь дал, а вообще вот всего пяти книжек, когда Моисей завершил. Кстати, она тоже должна была там, уже позже об этом сказано, лежать в этом присутствии. Когда Моисей завершил, то уже Аарон туда входил не так, как вот Моисей с Богом говорил, а один раз в год. Почему? А потому что сказанное Моисею было им передано. Уже, Бог уже открыл себя. Мы часто так бываем, да, когда нам что-то хочется, мы говорим, Господи, ну, вот Моисей вот с тобой говорил, да, вот там еще, вот нам бы так. А уже то, что нам надо, сказано и через Моисея в том числе. Конечно. Поэтому Бог, вот такие вещи, он не для одного Моисея Израиля сказал, а для всех. Это очень интересно. Значит, этот ковчег, который был закрыт вот этой крышкой, да, крышкой ее, ковчег милости или ковчег завета или престол благодати, вот здесь разные названия, он именно отображал вот святость Божью. Почему он сделан из золота, из, внутри-то это, да, все было из акации, сиккин. Вот, это очень интересно. И обшито золотом. Обшито золотом. И внутри, и снаружи. И золото – это, как мы уже раньше говорили, что все элементы, которые отображаются… Имеют символы. Имеют символы. Да, да. Например, медь – это правосудие, да, серебро – это искупление. Золото – это… Золото – это царственный, божественный металл. Вот, поэтому в Библии даже написано, что там, да, из чистого золота, да, улицы, город этот, небесный Иерусалим. И вот нужно отметить, что как бы прежде, чем произошла встреча с человеком, с Богом, человек не мог туда войти вот так, как будто бы ничего не произошло. Вот эта жертва, которая была совершена там от порога, вот эту кровь он должен был взять и туда принести. Как бы жертва заступническая. Вот жертва говорила. О чем она говорила? Мой виновный. Господи, ну вот, мы пришли к тебе благодаря тому, как ты повелился. Все-таки вот этот момент хочу подхватить. Чувство вины, чувство вины за народ, оно же говело на плечах и в мыслях первосвященника. И то, и сильно. И, наверное, мы знаем случаи, когда примет Господь или не примет, вот, примет или... Это переживание, волнение. А снаружи народ стоит. И слышит. Колокольчики звенят внутри или не звенят. Или уже надо заново вытаскивать труп первосвященника. То есть там конкретно, там страху было. Безусловно. Даже Моисей, когда был в присутствии Господа, может, я в страхе, в трепете. Точно. Ну, человек, а тем более человек, который, чем ближе человек приближается к святости Божьей, тем больше он видит себя. Точно. Ну, достаточно вспомнить Исайя, да? Вот шестая глава. Когда он увидел величие Божие, славу Божию, да? Там вокруг серафимов, восклицающих, свят, свят Господь, Бог, Сидержитель, вся земля полна славы Божьей. И он вдруг увидел себя. Горе мне. И я уверен, что и так всякий раз, когда священник, первый священник заходил, он видел себя. И, возможно, что видел даже так, как он раньше никогда не видел. И всякий раз, когда мы пробуем себя сравнивать с кем-то, делаем попытки себя показать в лучшем свете, я как-то где-то говорил, не помню где, в беседе, возможно, говорил, что всегда в своих глазах я хочу выглядеть лучше, чем вы выглядите. Ну, почему? Вот это же я. А как это сделать? Ну, это я. Вот это же я. Вот Михаил, ну, он Михаил какой-то. А кто-то сегодня сидит у телекрана, думает, а это же Юрий там какой-то. Или, а это же они там. А вот я, и до тех пор мы кичимся и якаем, да, есть такое понятие нарциссизм. Вот оно присуще, нарциссизм. Это, это себелюбие. Это вот я вы... До тех пор мы можем это себе позволить, до каких рядом, около меня, не появится мой Творец. Да. Христос не появится. Святой и праведный. Святой и праведный. Лучше. И когда я понимаю, что я себя не... Если я сравнивал себя, не с тем сравнивал. Мне надо было себя сравнить со Христом. И в этом случае все, на что я способен, это сказать, покрыть голову и сказать, Господь мой и Бог мой. Поэтому действительно, действительно вот эта мысль о том, что он же входил. Он входил с чувством вины не к человеку. Он входил во святой и святых, к святому, безгрешному, всемогущему Богу, Творцу неба и земли. Поэтому вот это вот интересная мысль. Но вместе с тем, как бы, вот мы говорим вера. Ведь верой жили и до Христа. Жили. Это же ветхозаветные изречения. Конечно. Праведник. Праведник. Да, конечно. Ну, герои веры, мы же читаем, ветхозаветные праведники. Когда они жили верой, то есть они уповали на Господа, на Его Слово. Если Господь сказал, допустим, тому же Моисею, Моисею Арону и последующим священникам, что так сделаете для прощения, то здесь стоит вопрос. Поверю я этому или нет? Ведь, да, я осознаю, что я грешный. Я вижу себя. И чем ближе приближаюсь к Господу, тем больше осознаю. Но ведь Господь-то меня привел на суд. Для чего? Я же не один иду. Я иду тем путем, который Он мне проложил. А именно по крови. Через кровь. Сказано ведь, всякая эта кровь, которая была до Христа, она говорит о крови Христа. Точно. А апостол в последнее время пишет, что кровь Иисуса говорит лучше, нежели. Авелью. Это ходатайство, заступническая кровь. Она взывает о милости, о прощении, что уже справедливость Божия удовлетворена в пролитии крови. Жизнь отдана. И поэтому она просит о милости. Это очень важно. Все ли понимали важность присутствия веры? О чем вы говорите? Все ли понимали? Понимали. Наверное, понимали. Был страх. Был трепет. Чувство вины было. Ну да. Но все-таки Господь подводил к тому, что без веры уходить Богу невозможно. То есть там вера тоже должна присутствовать. 100%. Или только все было скрыто и заслонено церемонией? Я думаю, на мой взгляд, что ветхозаветные верующие, особенно это касалось среди священников, потому что они больше понимали священное писание, не всем было доступно священное писание, они были у священников, они должны были это знать. И они не могли это делать. Понятно, какие-то обстоятельства могли затмить, как и сейчас Христос говорит, иметь веру Божью. Бывают вот эти церемонии, они закрывают глаза, и человек больше надеется или упывает на эти церемонии. Потому что как бы из года в год они видимы, а вера-то она изнутри, ее же нельзя потрогать, пощупать. Конечно. А эти церемонии человек привыкает, если это так работает, но работает не через церемонию, а через веру. И если вот эти... Церемония – это следствие, должно быть следствие, результат веры. Если это будет без веры, то нельзя угодить. И мертвая буква. Нельзя угодить. Да, мертвая буква. И почему и случилось, что многие из них вот потеряли, о чем Христос сказал, что вот как же вы не разумеете времени этого. Ну все, Моисей все говорил об этом. Моисей и пророки. И Моисей же веру использовал. Верой наперед говорил. Да, он это видел, он и сам жил, и провозглашал. И пророки видели. Видели. Значит, все-таки была дана эта благодать. Ведь понятие благодати, мы не должны думать, что оно появилось вот только сейчас. В Новом Завете, конечно. Потому что уже тогда была благодать. Она многоразличная благодать. Вот она явилась спасительной, но они верили. Да. Ну, допустим, Давид говорит, блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит. Греха, в чем в духе нет лукавства. А на каком основании? А обрел благодать у Господа кто? Ной. Ной, конечно. Ной. То есть благодать была. Благодать – это незаслуженная милость. Да, да. Вот. И люди, которые веровали, они вот как цеплялись, как и мы. Ибо благодатью мы спасены через веру. По сути дела, человек спасается не верою, а благодатью. А вера – это через веру в благодать. Совершенно вера. И таким образом, вот этот путь – это путь встречи человека с Богом. Это замечательное место, которое сам Бог призывает. Причем, это инициатива исключительно Божья. Это как бы вот тот от первых строк Библии, когда Бог говорит «Где ты?». Да, вот он его зовет и показал путь. Другого пути нет. Только один путь – через веру. Разве это не величайшая сверх… Ну, сверх премудрость Божия. 100%. Что он сам предлагает… 100%. Он сам предлагает варианты. Сам предлагает варианты. Выход из ситуации. Хотя… 100%. Хотя, как творец, которому все без исключения подвластно. Все без исключения подвластно. Вот смотрите, разница нашего Бога и Аллаха. Диаметрально противоположность. Диаметрально противоположность. Потому что у мусульман, вот поклонники ислама, у них все зыждется на страхе. На страхе. В ожидании наказания. Наказание будет обязательно. Другого пути нет. То есть, наш же Бог, кроме того, что Он сотворил человека, кроме того, что… Искусе, что Бог взял на себя инициативу спасения человека, Он еще сам осуществляет это спасение. 100%. Не просто смотрит со стороны, но сам осуществляет, и содействует, и способствует этому спасению. Поэтому и пророки приходили для того, чтобы вот тех, которые остывали, забывали, уклонялись в сторону, чтобы их возбудить. Господь же как пророк говорил, обратитесь, возвратитесь. Да, вы согрешили. Да, вы как неверная жена. Но возвратитесь, я вас приму. Это превосходящее разумение и премудрость, и любовь Божья. Невозможно объяснить. Во всех религиях существует, где божества, они стараются задарить жертвами. А здесь не вопрос задарения. Жертвами Бога не задаришь. А здесь вопрос в том, что Бог предлагает. Здесь вопрос принятия. Да. Здесь вопрос принятия. Он предлагает, и причем кажется, что это, ну, как помните, апостол позже сказал, что это, говорит, ну, безумно. Да. Для людей века сего, ну, это безумно. Ну, ну, что такое, ну, для Бога что-то сделай особенное, так, чтобы вот Бог тебя принял на основании каких-то твоих заслуг. А это на основании жертвы. Это же не ты. Да. Это жертва. И как вдруг ни с того, ни с сего на основании этой жертвы? И ты можешь быть восстановленный в правах с Богом? Это невозможно. По-человечески, но по-божьему, это так. Апостол, почему говорит, юродством проповеди. Юродством проповеди. Юродством проповеди. То есть это безумие для людей. Для иудеев – соблазн, да? А для язычников – безумие. Мы в тему говорим. Мы просто вот эту тему, мы, так сказать, окружаем со всех сторон. Я настолько восхищаюсь вот этим элементом живой веры, что мы получили, мы, по-моему, это с вами говорили в одной из программ. Я думаю, что мы получили этот от Бога элемент веры, живой веры. И какая это привилегия для нас. Почему? Потому что миллионы, миллионы и даже десятки тысяч наших зрителей, которые, вот даже встречаясь с нами сегодня на любом из континентов, к сожалению, как один говорил, не могу уверовать. Это не один, говорю, вот не могу, ну хотел бы, но не могу. И насколько мы понимаем, что вера – это дар. Так как и спасение – это дар, благодать – это дар, искупление – это дар, прощение – это тот же самый дар. И вот элемент веры – это потрясающий дар. Вот не может уверить. Я приводил этот пример единожды, приведу еще. Я когда вспоминаю, настолько мне, вот, настолько оно, я вот прокручиваю свои памяти, я посмотрел на Первом канале, это не в целях рекламы Первого канала российского телевидения, но там потрясающая программа была относительно нейрохирурга, который занимается, вот величайший ученый, который входит в плеяду троих мировых. Есть первый, второй, трое только таких. Коновалов, его имя и фамилия, и зовут его Александр. И целую часовую программу Первый канал российского телевидения уделил ему. То есть он делает потрясающее, знает все процессы, происходящие нейропроцессы, происходящие в мозгах человека. Вот, и были дома у него, были, когда он операции делал, беседовал, корреспонденты там, все это. Целый час было везде. И вот в конце корреспондент, обратившись к нему, говорит, вот Александр говорит, вы, по-моему, по отчеству его назвал, ему уже, наверное, за 70 где-то. Академик, профессор, там, ученый, ученых степеней имеет не в проворот. И говорит, я задам вопрос. Вы знаете устройство, функции и эти детали работы мозга. Как вы относитесь к вере в Бога? И вы знаете, я прильну к телеэкрану. Я думаю, человек такой степени, такого интеллекта, ну, не может сказать, зная эти таинственные, невероятно сложные процессы нейрохирургии, скажет, я верю. И вы знаете, последовал очень интересный ответ. Он тяжело вздохнул. И говорит, вы знаете, я бы хотел уверовать. И я не могу, говорит. И я так послушал, думаю, смотри. Честное признание. Очень честно, очень честно. Я даже помолился, говорю, Господи, Господи, ну, я вимилась к нему. И там же, это же Москва, там же слово звучит и прочее. И, ну, человек, ну, не может. Ну, вот не может. Ну, вот почему-то не может. Но мы, я называю счастливчики, мы не знаем и таинственных, загадочных, таких очень сложнейших процессов, происходящих в нашем организме, как эти, те, у которых всем пядей во лбу, все знают. Ну, поправлю, что они все не знают. Они знают только, сколько они выучили. А чем больше будут узнавать, тем больше будут узнавать, что они мало знают. Совершенно верно. И тем не менее, мы вчера говорили у меня про эфир, немудрое избрал Бог, чтобы мудрое посрамить. Незначущее, чтобы знать. То есть, к нам Бог-то соблаговолил. И вот мы, говоря о вере, вот это, насколько мы должны ценить этим сокровищем. Это же сокровище. Вы не сравните это ни со статусом академика, ни с профессором. Это заполучить можно только лишь, как дар от Бога получил. И это невероятно. Да, это очень серьезная тема. Очень глубокая тема. Как Бог находит человека. Есть много споров богословских на эту тему. Но мы должны благодарить Бога. Тем не менее, мы призваны жить, передавая веру. Да. Допустим, из поколения в поколение, нашим детям, нашим внукам, делясь нашей верой с другими людьми. То есть, это наша обязанность. Христос сказал, идите по всему миру и сделайте учениками. Это задача. А уж кто примет, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто поверил слышным от нас? Кому открылось. Да, вот этот вопрос. А вы знаете, я как понимаю. Я понимаю так это. Размышляя относительно процесса уверования, я понимаю, что основным стимулом для человека верить или не верить, самым основным, это слышание им Слово Божие. Вот Слово Божие имеет в себе такие невероятные компоненты духовные, потенциал, как вы сказали, да, что человек, когда он встречается с этим Словом, у него есть два пути. Или принять, потому что само Слово, оно уже жизнь в себе имеет. Оно веру в себе имеет. Или можешь принять, или можешь не принять. То есть, третьего пути нет. Шолтай, болтай, третьего нет. Поэтому оно само, и вот когда человек, почему? Слышание, то есть, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Оно взаимосвязано. Вне Слова Божия не может быть веры. Нет. Ну, как бы считается, что Бог явил себя, апостол Павел пишет к кремлинам по отношению язычникам, что вот в этой книге творения, там есть тоже слышание его величия, его могущества. Да, так и Бога познавал, то и верил через рассматривание творений. Потому что пятикнижней не было. Это, как бы сказать, такое общее откровение, которое Бог дал всем, чтобы познать величие, могущество. А дальше уже ищи, что за этим следует. Но, как сказано, так как они его познали как Бога, но не прославили, не возблагодарили, но осуетились, то предал их Бог превратному. И вот смотрите, все-таки мы, поколение Нового Завета, обладая несметными богатствами в виде оставленного слова, и Богу этого мало показалось, Он говорит, я ищу Дух Святой вам дам. Дух Святой. То есть, мало того, что слово достаточно, оно живо, острее всякого. Нет, ищу Дух Святой вам. И смотрите, сравнивая вот свою жизнь, сравнивая вот то, что мы имеем в Боге, и сравнивая с тем народом, который стоял вне, вот стоял вне скинии собрания, все-таки мы, ну скажем, намного в приливованном положении. Бесспорно, бесспорно, здесь в связи с тем, что устранена вот эта скиния после смерти Христа, вот, или во время смерти Христа разрушена эта преграда, и храм скоро перестал существовать. Мы знаем, в 70-м году он был разрушен. Бог допустил этому случиться, потому что отсутствие нужды в нем. Христос пришел, как этот храм на Христе. И теперь сказано, что мы стали царственным священством, верующие в Господа, благодаря Иисусу. Вот теперь проходит этот путь с верою, как мы говорим, в Иисуса Христа. И вы помните, как апостол Павел к евреям пишет, что, говорит, «Итак, имея дерзновение, то есть уверенность, смелость, входить в святилище путем новым и живым посредством крови Иисуса Христа». Вот туда, вот в это святое святых, оно тоже называется святилищем, это часть святилища, входил первосвященник. А сегодня мы имеем вот этот новый путь и живой, который Он открыл нам вновь через плоть свою. Это в великой чести привилегия. Нам не нужно идти к храму, нам не нужно приносить эти жертвы и так далее. Мы теперь все, что должны, это принять, что Христос сделал для меня. И таким образом, вот эта вера соединяет меня земного с небесным. Ведь это святое святых, оно не только здесь как бы путь земной, оно показывает наше, наше будущее – это возвращение к Богу. Частица неба на земле или частица божества, или частица Творца. Вот как хотите, наверное, это все-таки с человеком. Бог с человеком, а потом уже Эммануил. А помните, есть скиния с человеком, то есть это вот вместе, встреча с киньей. А скиния – это вот, это жилище. Жилище. Это жилище. Бог хочет жить с человеком. Если посмотреть, можно сказать, это в образе еще и нашего внутреннего человека. Есть какие-то вещи, которые происходят, ну, как внешние факторы. Тогда давайте, очень хорошая мысль. Если мы тройственный человек, дух, душа и тело. Дух, душа и тело. И мы рассматривали чуть-чуть скользко. Помните, мы говорили о том, что внешний двор, внутренний двор и святой, и святых. А ну-ка давайте проведем параллели чуть-чуть. Ну, видите, есть внешние факторы, которые видимые. Например, когда мы начинаем с исповеди, вот жертвенник – это исповедь, а человек должен исповедовать грех свой. Мы не знаем внутренность, соответствует ли внутренность его исповеди. А внутренность – это святое и святых, наверное. Да, это знает только Бог. Только Бог знает. А вот это наружное. Затем он принимает крещение. По какой причине он принимает крещение, мы тоже не знаем. Сердцевидец Бог. Конечно. Это внешняя сторона. А затем человек уже движимой любовью посвящает свою жизнь Господу. И он начинает, как священники, уже работать в этом святилище. Он начинает трудиться. Здесь хлеб. Он о Христе уже больше возрастает, нуждается. Берет хлеб, вино. Он начинает восхвалять Господа. Он видит свет, начинает возрастать в познании истины Божьей. Но опять до какой степени это происходит уже как бы в нашей душевной части? Это уже та внутренняя величина, скрытая от посторонних глаз. Но отчасти она может быть видна. Например, как человек… Ну, конечно, как мы узнаем? Ревностный человек. Ну, по плодам. Ну, по плодам. Да, это нужно время. А вот так вот человек пришел, берет хлеб, поберет вино. А мы думаем, что это вера. Чей человек как бы подразумевается. Да, да, да. Или человек, например, поет, восхваляет Господа. А мы подразумеваем. Ну, да. А вот там перед Богом вот все это Господь видит. Это для него ценно. Почему сказано, что прославляйте Господа и в сердцах ваших, и в душах ваших, и в силах ваших. То есть все принадлежит Господу. Вот, ну, как человек молится? Ну, допустим, кто-то поднимает руки. Да? Кто-то громко воспевает. Говорит, о, человек, как горячо любим Господа. Да, да, да. А как узнать? Это только сердцевинец Бога. Где показатель любви и служения? Это стопроцентная отдача. Где показатель? Какая шкала? Покажите мне, Михаил, укажите мне на шкалу. Конечно. Когда мы долгое время наблюдаем, видим, как Христос сказал, по плодам. Действительно. Ну, да. Потому что нельзя не заметить любви. И во всех обстоятельствах, в трудностях испытывается человек. Испытывается, конечно. Там показатель. Да. Когда все хорошо, то это, как мы поймем, мне легко до тобой идти, когда все улыбается мне. Да, да, да. А когда Христос сказал, что вы все в эту ночь оставите меня. Ну, они же все здесь возриновали. Они настолько были уверены в себе. Христос сказал, все оставите. И ты, Петр, так же отречешься от меня. И вот здесь как бы еще люди присутствуют. Еще люди присутствуют. И люди могут ошибиться. Иногда мы видим даже такие бывают поступки у человека. Как он так нов? Да, да, да. Порой бывают совместимые, несовместимые вещи. Вроде человек в церковь ходит, Библию читает, песни поет, но жизнь его другая. Как это происходит? Значит, возможно, что в этом человеке не произошло вот этой внутренней встречи с Богом. И он не сердцем Богу служит, а вот внешними факторами, как мы говорили, заменили. Вот веру заменили этими атрибутами, этими формальностями. Вы понимаете, что получается? Никто не узнает, а вот здесь, когда он уже стоит один на один с Богом, один священник, никто другой не идет. Нет рядом брата, сестры, матери, жены. Один на один. Сердце видит Бог. Здесь вот то место, когда Бог взвешивает, испытывает каждого человека. Это образ, конечно, но это показывает нам, что человек, ты можешь перед людьми показаться, можешь пройти крещение, можешь пройти покаяние, можешь пройти следующий путь, можешь показать себя в служении. А вот Бог тебя покажет, кто ты есть на самом деле. Хотите, я глубже копну? Вот говорят, к примеру, говорят, в блуд упал. Ну, упал в блуд. Как это так? И такая величина духовная была. Обожжите. Это не случается внезапно. Нет. Это что-то причина. А как же? Где-то было, где-то что-то положено было. Это не, как мы говорим, шел и подсказал, что упал. Да, подсказал овернайт. Вот проснулся. Но там уже где-то было посеяно кем-то, где-то, когда-то. И тычки превратились в канаты. Совершенно верно. Зерно, оно уже было упадше, и оно уже начинало приносить негативный плод. Но плод приносило. И то, что мы видим, это уже результат того, что могло произойти 3-го, 10-го дня, или год, или 5-ть назад. То есть этот человек не стал хуже? Конечно. Он просто проявился. Проявился. Вот это ваша мысль, что вот внешний двор, внешний двор – это одно. Внешний двор, он может за глянцем, за фасадом, за штукатуркой внешнего двора. Красивые фасады, красивый вход. Но Бог-то сердцевидец, а войди в святое святых, там уже не фасад. Но туда не все хотят входить. Не хотят. Не хотят. Почему? Дело в том, что люди понимают, людей можно обмануть. Можно произвести впечатление на людей. А Бога-то обмануть нельзя. Вы знаете, мы же это делаем постоянно. Почему мы склонны более впечатлить? Да. Ну, а чем это? Это от греховной натуры человека. От греховной натуры одно, другое. А причина может заключаться в том, что человек теряет, забывает. Почему нужно постоянно возбуждать. Помни, кто ты человек. Помните Аврааму, что Бог сказал вначале, когда входил с ним в завет? Я, Бог. Бог всемогущий. Ходи предо мной. И будь непорочен. Вот. То есть, можно делать вид. Он говорит, ты предо мной ходи. Вот скини. Здесь, да, священники ходят, все-все друг на друга смотрят. Как-то нужно что-то показаться не хуже, чем другие. Ведь я же в этой среде нахожусь. Мне что-то от этого надо иметь. А вдруг перед Богом один на один. А здесь-то уже вот эту маску-то надо снять. Поэтому ее нужно начинать снимать вот здесь, у креста на жертвеннике. Лучше, если там снять. Да. Потому что если он во внутреннем святое святых снимет, там уже будут тащить тебя за ногу. Потому что колокольчики перестанут звенеть. А если во тьму внешнюю? О, это хуже. Это окончательно. Это окончательно. Это бесповоротно. И знаете, в чем интерес? Часто людей вот даже можно узнать по тому, как хотят ли люди, ищут ли личного общения с Богом. Вот из чего состоит жизнь человека? Часть прилюдна, напоказ. Ну, никто не знает, как мы живем один на один с Богом. Вот если у человека есть вот эта внутренняя потребность, жажда, нужда в Боге, это признак его жизни. А если его удовлетворяет, вот на людях покрутиться, даже, может быть, пройти туда, в святилище, может быть, стать каким-то одним из священников, показаться себе. Ну, а дальше к Богу, и все-все закрылось, все восхитились, посмотрели, какой ты, вот, ты не хуже, чем другие. А у человека есть нужда пойти к Богу. Его это не удовлетворяет. Мнение людей его не удовлетворяет. И он начинает свои отношения строить, не глядя на людей, а ища лица Господня. Вот это святое святых, это встреча лицом к лицу. И вы знаете, я вот во свете нашей беседы, я вспоминаю знаменитый 72-й, кто же его не помнит? А, в Салон, ну да, Асаф. Ну, кто, ну, до тех пор, я вот это все в него, вот, что в него только не было, у Асаф, пока я не вошел в святилище. И уразумел. Уразумел, да. И их конец, и себя уразумел. На скользких путях их поставил. Действительно, вот это место, святилище, это особое место. Особое. И право на вход имеет, в Новом Завете, ну, можешь войти, но как? Право на вход имеет... Путь тот же. Путь тот же, да. Скажите, Михаил, вот так вот, если внешний человек, то есть внешний двор, это наше тело, потом идет, ну, внутренний двор, это душа, чувства, эмоции, наши граны. А ну-ка, чуть-чуть углубимся в это. А уже святой святых, это дух. Это наш дух. Да, а ну-ка, чуть-чуть копнем. Ну-ка, понимаете, в чем здесь тело? Ведь эти три, так сказать, субстанции, они настолько переплетены друг с другом, что есть неразделимые. Они же не отдельные, они в одном. Ну, конечно. Они в одном. Чтобы функционировала тело. И жил человек. Пока человек один. Да, они должны быть в одном. И настолько они вместе, что одно влияет на другое. Изначально Бог работает над нашим духом. И работает, чтобы его воскресить. Люди чаще всего заботятся о том, чтобы идти к Богу другим путем. Как бы себя прихорашить. Вот подвести под тот критерий человеческий, чтобы... То есть переживай о внешнем дворе, а не о внутреннем. Не о внутреннем. Да, да, да. Вот чтобы, знаете, как говорят, человек верующий. Как ты знаешь? Ну, в церковь ходит, песни поет. Внешний двор. Да. Внешний двор. Жертвует. Да, да, да. Ну, там подальше вошел. Ну, вот участвует в служении. Да, да, да. Ездит на миссию, да, еще что-то делает. Уже, как бы сказать, мы по этим критериям определяем. Но Бог беспокоится больше всего. А внутренне. А святоим святых. Вот. Тогда, когда происходит вот это внутреннее преобразование, тогда все другое, оно подчинено этому. Да, 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 да. Понимаете? Если святое святых доминирует, если дух человека доминирует... Это жизнь по духу. И в этом случае восклицает... Не в этом ли случае восклицает... Ассав. Нет, не только. Давид восклицает. Когда он понимает, что не душа им управляет, не тело им управляет, но им управляет внутренний дух, соединяющийся с духом. Есть один дух с Богом. И он говорит, душа моя, надейся на Господом. Потому что душа была подвержена, ну, всему. И унывает. Что ты унываешь, душа моя. Потому что душа. А это же все. И нам не болит. Где-то нам хочется плакать. Где-то нам то. Где-то нас обидели. То есть мы подвержены вот этот внешний человек. И даже внутренне, внешне, само собой, это тело. Это оболочка. Это греховная плоть, если хотите. Она подвержена. И внутрь, и... Душевная, она самая близкая к плоти. Она как бы посредине находится. Вот. Вот. И он говорит, но только тот человек имеет право на это. Если он имеет в себе Дух Святой, имеет стержень, и этим духовным стержнем он может сказать, знаешь, что душа моя, а ну-ка надейся на Господа. Не хочется утром вставать на молитву или вечером коснуть. А ну-ка плоть, а ну-ка на колени, на колени. И только если мой внешний и мой внутренний человек, он пленен моим святым святых. Только в этом случае я имею право дать приказ, дать команду. Сто процентов. И моя плоть будет повиноваться. В противном случае не будет мне удобнее, комфортнее мне взять свое тело, бросить его на диван. Это нам естественно. Если оно является господином, а не рабой, то оно управляет всем. Всем управляет. А если же тело является рабом, тогда Дух управляет. Управляет. И душа становится слугой, а тело рабом. Но Дух, соединенный с Богом. Вот это место встречи святых. Святые святых. Дух, соединенный с Богом. Почему там находятся скрижали? Почему? Скрижали находятся потому, что они говорят об Божьем откровении. Вот какого Бога? Что Бог хочет? Это Божья воля. По отношению к человеку. Ведь там заповеди. И одни из первых заповедей проглашают Бога. Я Господь Бог твой. Да не будет других богов. Не сотвори себе кумира. Не произвеси имени Господа Бога напрасно. Чти Господа и так далее. Вот. Утверждение истины Божьей. И другие заповеди, которые касаются уже к человеку. И это, если это, человек соединился с Богом, Бог вкладывает его сердце, он говорит, и напишу закон на скрижали сердца. Вот это его цель. Это в Ветском Завете не осуществилось. Господь хотел. Он говорит, я заключу новый завет. Не такой. Не такой. Да, да, да. Я, говорит, им дам вот тогда. А теперь я вложу мои слова, мои уставы в сердце. И они будут ходить по поверениям моим. И грехов и беззаконий их не вспоминал. Его вспоминал. Вот. То есть это все идет разговор о том, что Бог работает над человеком, возрождая его и наполняя его своей волей, своим смыслом, своим словом. И тогда вот этот уже человек выходит, мы говорим, душа, тело. Если он наполнен этим словом Божьим, наполнен Духом Святым, то, конечно, они будут в своем порядке. Дух на высоте, душа будет подчинена. И, соответственно, плоть. Да, да, да. Вот. Это очень важно. И поэтому здесь в этом «Святое святых», как сказано, да, вот эти каменные скрижали, и жезл Аарона, и сосуд с манной, они все имеют свою символическую картину, которая показывает нам и Бога, и предлагает нам что-то. Например, сосуд с манной. Если вы заметите, что вообще в Скинии находились, скажем так, в двух местах вещи, которые касались еды. Хлеб-предложение и сосуд с манной. Да. А какая между ними разница? И тот, и тот – это то, что дает жизнь, правда ли? Конечно. А какая разница? Это хороший вопрос. Разница? Резко не могу ответить, но вы мне поможете. Разница большая. Прежде всего, хлеб-предложение один раз в неделю елся, и только священниками. А манну кто ел? В субботу делали они, по-моему, в субботу они, да, вкушали, вкушали. А манна – это повседневная еда. И кто ее ел? Весь народ. Весь народ. Точно. Весь народ. Мужчины, женщины чистые, нечистые. Да, я разницу понял. Да, да, да. Вот Господь показывает, что у Него есть Его пища, Его обеспечение. Для всех. Его благословение. Для всех. Да, для священников есть особое откровение. Есть особое благословение. Но вот для всех людей, без исключения, там были и наплеменники в том числе. Были, да. Иноземцы были. Там бедные, богатые, разные, молодые, старые, все-всех. А Господь говорит, ешьте. А при чем этот чей хлеб? Ангельский. Да, да, да. С неба. Разделил с ними ангельскую еду. Ангелы едят эту пищу. Там мы знаем присутствие Божьего. И вот это есть не что иное, как они уже вкусили частицу неба здесь, на земле. Мы знаем, какие были последствия. К сожалению, многие из них присыпились и возрастали. Господь сказал, бери только на один день. На один день. А они гребли. Ну, научились потом. Пока не восмердело. Посмердело, зачервило. А потом они что сказали? Опротивило. Как? Ангелы едят это веками. Именно опротивило. Это о чем говорит, вот изнутри идет. Да, да, да. Когда что-то изнутри идет, тогда человеку не нравится. То, что вчера нравилось, сегодня не нравится. Мы подвержены воздействиям. Вот сегодня одно, завтра другое. А почему опротивило? Они вспомнили. Точно, что было там. Что там они ели. Вот это греховное прошлое вспоминает. И вот это, ну, скучно. Ну, как это? Как это все? Мы говорим о небесной. Как мы говорим о этих ценностях? Как мы говорим о тех вещах? Ну, сколько можно? Вот жизнь в мире. Вот я жил до того, как уверовал в Бога. И человека начинается падение. Вы знаете, Михаил, что есть некое наслаждение в этом. В грехе есть некое наслаждение, но, всегда надо добавлять, но с запятой. Кратковременное. И ведущие к смерти. И ведущие в погибель. Сто процентов. Если бы я сказал, что в грехе нет наслаждения, я бы обманул. Это сто процентов. Да. Оно блестит для глаза. Смотри, как оно блестит. Смотри, как оно переливается. И вот смотрите, идя по дороге, ловил себя неоднократно. Идешь в магазине, и зазвенела монета. И знаете, реакция всех нас? Вот зазвенит. Все сразу на монету все. Все сразу взоры туда. Вот я неоднократно ловил. Все на монету смотрят. То есть, блестит. Оно звенит. Оно переливается. В грехе есть. Но Писание называет это временным греховным наслаждением. Вот если бы мы об этом говорили молодежи, если мы будем говорить молодежи о том, что в миру там все грех, братья и сестры, а они не смышлены, как мы говорим. Он, слушай, какой грех. Попробуй, хорошо. А как же? Но мы должны обязательно акцентировать, ударение делать, указывать на последствия. Мне так приятно с вами говорить, Михаил, беседовать. А в этом Соломон много говорил, что ты можешь делать все, что хочешь, но знай. Но знай, да, да. Что, к чему это приведет. Да, да, да. И когда мы говорим о повседневной заботе Бога, это имеет в виду и физическая забота. Помните, как Господь сказал? Говорит, а что вы заботитесь много? Довольно для каждого дня своей заботы. Да, да, да. Иногда человек думает, что будет завтра, что будет послезавтра, план настроить. Вот беды предполагает. И он беспокоен, не спится, болеет. А много, о чем мы думаем, оно не совершается. Христос сказал, достаточно. Хлеб наш насущный, что? На каждый день. Вот, и достаточно, говорит. А завтрашним не забудьте. Посмотрите на птиц, посмотрите на цветы полевые. Поэтому вот этого хлеба, почему на каждый день? Источник хлеба. Исходящим из узборья. Аминь. Всяким. Аминь. Не хлебами, но... То есть, получается, что это манна. Манна с неба. А она тысячелетиями, эта манна уже идет. И может кому-то показаться, слушай, ну сколько можно? Да, да, да. Уже не... Давай что-то другое. Что-то остренькое. Что-то приперчим. Что-то другое такое, что... Да, да, да. А если оно не несет жизни, оно принесет какой-то эффект. Да, да, да. Но жизни-то нет. Да, да. И вот именно на это указывает нам вот этот сосуд. Он должен быть там хранится, как памятник. Сосуд с манной. И причем вот этот гамор, который там есть, это как бы... Это то, что на один день. Гамор они собирали на один день. Точно, да, да, да. И надо заботиться о большем. Доверять Богу свою судьбу. Не надо переживать. Зачем мне унывать, если я с Богом? И следующее очень важное. Посох. Жезл Ааронов. Расследствия. Ведь когда произошел вот этот бунт среди израиля и сыны Кореевой и другие, восстали против Аарона и Моисея. Подлинно вам. Вы что? Вы одни, что ли, такие? Весь народ свят. И все могут приближаться к Богу. Давайте посмотрим. И Господь говорит, возьмите посохи. И каждый из своего колена, начальники колен положили. И вот эта сухая высохшая палка в пустыне, что из нее превратилось? Представьте себе. И вдруг она расцвела и пустила плод. Точно. Это о чем говорит? О Божьем избрании. Но это показывает нам прежде всего на Христа. Христос. Мертвый. Мертвая палка. Она ожила. И она признана Богом. Она принесла жизнь. Христос, который умер. И вот там он во святое святых. Он как знак того, что нет ни в ком другом спасения. Нет никакого посредника. Только благодаря смерти, жизни и воскресении Христа. Его ослужения. И он сказал, я буду ходатаем. Сегодня, да, есть много добрых, возможно, умных людей, образованных людей, знатных людей. Но только Христос. Вот эти вот принципы реформации. Только вера. Только Писание. Только Христос. Слава только Богу. Спасение только благодатью. Вот только Христос. В Божьем присутствии признается только власть и действие Христа. Иногда нам хочется, если честно сказать, иногда мы замечаем, когда люди делятся, хочется похвалиться собой. Да, да. Своими заслугами, своими прошлыми. Или отцами. А вот мой папа сидел в тюрьме за Слово Божие. И не один раз. А вот я. И вот человеку хочется. Ну, это так по-детски, скажем так. Люди пишут о себе, рассказывают. И иногда смотришь на это и думаешь, ну, как дети в песочнице играются. Чуть-чуть добавляем. С тем, чтобы нас чуть-чуть люди больше уважали. А как же? Это же должно выглядеть. Да, да, да. Так красиво. А Христос что для нас совершил? А его смерть. А его воскресенье. Это до конца неисследованный вопрос. Вы знаете, очень интересная беседа. Мне показывает, что у нас минута полторы осталась. Чуть меньше даже. Потрясающая эта тема. Я думаю, что в наших последующих с вами встречах и беседах мы будем, так сказать, простираться дальше в изучении слова. Друзья, я знаю, что вы были благословены. Мы были здесь благословены, беседуя с Михаилом Пастырем. А вы были там благословены, находясь у ваших телеэкранов. И Бог да благослови вас. Спасибо, Михаил. Слава Богу. Вы видите, пролетело время очень быстро. Ну, с интересным собеседником так и время интересно проходит. Поэтому спасибо, что вы были с нами сегодня. Нам это приятно. Мы благословены общением с вами. В Духе Святом. Иисус Христос любит вас. Мы также любим вас. Будьте с нами и оставайтесь на «Импакте». Всего хорошего. Иисус Христос любит вас. Иисус Христос любит вас.